Ну что, мои хорошие, всем привет! Снова с вами я, Алена, вы на моем канале с психологом-нутрициологом. И сегодня мы с вами будем говорить 7 бед, 1 ответ. Мы с вами говорим, как слезть с иглы зависимости от кого бы то ни было, от мамульки, от дедульки, от, как я говорю, старого пердульки, когда вы зависите от своего мужчины и не хотите себе, так сказать, признать вот этот факт. Я буду говорить сегодня открыто и давать такие вот краткие рекомендации для того, чтобы вы начали задумываться конкретно о своей жизни. Что может быть лучшим, чем свобода? Да ничего, друзья. И свобода от чего бы то ни было. Свобода от еды, свобода от ненужных отношений, свобода от каких-то иллюзий и накрученных фантазий. Также очень много встречается у меня в консультации людей, которые живут чужой жизнью. И это происходит достаточно, достаточно часто. Когда в состоянии чужой, именно чужой жизни, ты теряешь свою жизнь. И так бывает, когда ты погружаешься в мир, который посвящен маме, в мир, который посвящен папе, работе или чему-то другому. Это и есть зависимость. И кто-то зависим от кофе, кто-то зависим от стресса, от адреналина. И ведь у всех, у всех этих людей в основном идет такое, знаете, фиговенькое, я бы сказала, нарушение нейромедиаторов. Что такое нейромедиаторы? Ну, вы понимаете, да, дофамин, серотонин. И не всегда их компенсируем мы таблеточками или какими-то БАДами. Иногда это навык управления стрессом. Вот стрессанул, так стрессанул, прописался, так прописался, прокакался, так прокакался. Я говорю, как всегда, на полном серьезе, потому что именно наблюдая за собой, вы можете сделать большой рывок в своей жизни. Нарушенные отношения с матерью, нарушенные отношения с мужем, неумение выстраивать рабочие границы в отношениях с родителями, подчиненными. Все это приводит вас к ужасному состоянию стресса. Как избавиться от этого состояния стресса, друзья, я вам расскажу в своем новом эфире, в своих новых консультациях, которые я провожу в этот четверг онлайн. И абсолютно бесплатный вход, все материалы будут доступны участникам этого круглого марафона. Зависимость. Почему она такая ненужная вещь? Потому что когда вы зависите от чего бы то угодно, спорта, тренировок, матери, отца, мужа, работы, вы теряете себя, вы не знаете, где каждое утро найти себя, да, каждый вечер с кем провести. И этот навык пребывания с собой, навык умения организовать свою жизнь во что бы то ни стало, он приобретается. И, друзья, когда вы контролируете, то, поверьте, все становится на свои места.